Президент Путин пытается консолидировать активы государства, последняя сделка Роснефти. В то же время мы слышим от премьера, что нужна приватизация, и даже говорят о каких-то словах. Является ли это неким спектаклем для наших западных партнеров, или это действительно распространение во взглядах? И еще один вопрос. Как относиться к последним словам Дмитрия Анатольевича, когда он сказал, что Сталин воевал с собственными народами? Спасибо. Давайте начнем с последнего. В последнее время, к сожалению, мы слышим от Дмитрия Анатольевича очень много слов, которые вызывают, мягко говоря, недоумение. Если поначалу мне казалось, что он может быть действительно разыгрывается какой-то спектакль для наших партнеров, то в последнее время у меня складывается стойкое впечатление, что Дмитрий Анатольевич как не бывало искренен, искренен в своем заблуждении отдать все в эффективные частные руки. Я не знаю, может быть, как-то 90-е годы незаметно прошли для него. Он не знаком, что случилось с нашей промышленностью, хотя вроде премьер-министр, которая попала в эффективные частные руки. И вот эта постоянная бубнежка, что нужно все распродать, ну, конечно же, понимания с моей стороны, я думаю, что с вашей стороны не находит. И как продолжение вот таких странных заявлений, которые прямо противоречат тому, что говорит президент, и какие указания он дает правительству, мы сами видим, что он объявляет выговоры министрам, объявляет за конкретно невыполненные свои поручения. Он собирает их, а эти поручения опять невыполнены. Я просто хочу вам пояснить, о чем идет речь. Президент дал поручение о том, что расходная часть бюджета, то есть то, что тратится на страну, должно быть увеличено. При этом, как известно, были взяты определенные социальные обязательства, как говорится, и он не раз подчеркнул, что ничего не должно сохраняться. Приходит бюджет. Я его видел. Сокращение расходов на науку, на медицину и образование. Президент дает указание увеличить расходы, не сокращать их. Второй вариант бюджета. Все то же самое. Расходы 2013 года практически такие же, как 2012. При том, что, если мы посмотрим динамику предыдущих бюджетов, каждый год и доходы бюджета, и расходы росли примерно на триллион. И вот в 2013 году тот же самый бюджет, при этом сокращение расходов. Почему? Потому что вот этот лишний триллион, спросите себя, куда он пошел? Куда его планируют направить правительство? Я вам скажу, куда. В резервный фонд. Что это значит? На покупку рукопожатных облигаций наших американских и европейских друзей, которые, как известно, тяжело им сейчас. И поэтому, кто и вот к этим фантикам, ноликам в компьютере, которые мы и так закупаем, и которых у нас в золотовалютных резервах 540 миллиардов долларов, в резервном фонде сколько-то, еще в фонде будущих поколений. Вот к тому, что мы просто все время закупаем еще дополнительный триллион. То есть, вы знаете, как им тяжело. Но бюджет-то не резиновый. Поэтому, когда правительство сидит и думает, что же делать? Либо не помогать западным друзьям, либо выполнять распоряжение президента и не сокращать социальные расходы. И вот с удивлением можно констатировать, что правительство больше болит за западных друзей, чем президента. Потому что оно сокращает социальные расходы. Мне кажется, что одним выговором тут дело не должно ограничиться. Потому что напрямую уже как бы нарушаются слова человека, который стоит во главе России. А это нельзя допускать. Теперь, что касается разговоров о войне Сталина с собственным народом. Ну, тут первый вопрос. Как говорится, а тот, кто это говорит, он вообще знает историю? Ну, просто странно. Ну, может быть, читал не те книги. Поэтому есть надежда, что Дмитрий Анатольевич может быть как-то ознакомиться с моей книгой. И, может быть, изменит свою точку зрения. Потому что я знаю многих людей и уже получаю от них письма, которые, прочитав мою книгу, говорят, что, знаете, моя точка зрения на то время и на фигуру Осипа Викторовича, ну, давайте так скажем, мягко подвергла сильной коррекции после прочтения вашей книги. Поэтому, ну, давайте пожелаем Дмитрию Анатольевичу прочитать мою книгу. Я думаю, что посильный вклад могут внести все пользователи Твиттера, Фейсбука и других социальных сетей. Потому что Дмитрий Анатольевич точно читает все, что ему там пишут. Ну, может быть, надо, по-моему, 401 написать, посоветовать именно конкретную книгу прочитать.